Здравствуйте! Это программа День Города в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Деревья и кустарники в Рязани появится свой дендропарк. Важные экзамены школьники сдали ОГЭ по математике. Проблема экологии. Какое место Рязань занимает в экологическом рейтинге регионов? Сегодня рязанские школьники сдали государственный экзамен по математике. Его сдают девятиклассники. И правил здесь не меньше, чем для ЕГЭ. Основное заключается в том, что ни один итоговый экзамен нельзя сдавать в своей школе. А еще на экзамене по математике не присутствует ни одного учителя этого предмета. Какие еще тонкости существуют при прохождении школьных экзаменов, узнала Мария Рудая. Сейчас мы находимся в 17-й школе. Пока эта аудитория пуста. А буквально через несколько минут сюда придут школьники, которые будут сдавать государственный экзамен по математике. Столы расположены в шахматном порядке. За каждым учеником закреплено конкретное место. Также на столах расположены справочные материалы по алгебре и геометрии, где написаны основные формулы, которыми можно пользоваться на экзамене. На экзамен по математике в 17-й школе собрались почти 200 учеников из шести школ города. ОГЭ сдают девятиклассники. В этом году пройдут экзамены по четырем предметам. Два обязательных – русский и математика, и два на выбор. По словам учителей, популярным предметом по выбору остается общество знания. Проходит ОГЭ строго по правилам. Пропускают детей. По паспортам с собой допускается взять только черную гелевую ручку. На математику еще и линейку. Экзамен по математике длится почти четыре часа, поэтому наличие воды обязательно. В коридорах находятся пять кулеров. В кабинетах стоит по 14 столов. Кабинеты оборудованы, видите, да, кабинеты приготовлены для ребят. Приготовлена доска, приготовлены черновички, пронумерованы парты. Мы встречаем детей, организаторы в аудиториях их рассаживают. По два организатора в каждом кабинете встречают ребят. Проводят инструктаж, ну и практически начинается сам экзамен. На ОГЭ, да, только несколько школ оборудованы камерами. Пока еще не везде это новшество введено. И ЕГЭ сканируется, распечатывается материал сразу в аудитории. ОГЭ пока нам приносит ополномоченный представитель ГЭК в конвертах запечатано так, как было раньше. За соблюдением всех правил государственного экзамена строго следит уполномоченный представитель Государственной экзаменационной комиссии Рязанской области. Аниса Дагаргулия более пяти лет становится наблюдателем и признается, на ее памяти ни одного нарушения не было. Моя главная задача в первую очередь доставить пакеты с экзаменационными материалами, которые запечатаны. Сейчас на данный момент они находятся в сейфе. То есть на момент начала экзамена они будут разданы в аудиторию, при ребятах их вскрывают, они видят целостность, что пакеты запечатаны. Ну и, конечно же, следить за процедурой экзамена, чтобы все было в пользу ребенка, чтобы не были нарушены права детей, чтобы была соблюдена процедура. Как и на ЕГЭ, на ОГЭ должен обязательно присутствовать общественный наблюдатель. В 17-й школе в этом году им стала Наталья Телятникова. Она прошла обучение в методическом центре на специальных курсах и получила удостоверение наблюдателя. Я выбрала из-за того, что я являюсь мамой восьмиклассницы. Моей дочери предстоит это на будущий год. Мне очень интересно посмотреть процедуру сдачи ОГЭ, как это проходит, чтобы потом психологически настроить своего ребенка, подготовить ее, чтобы не было, может быть, каких-то трудностей и проблем. Для сдачи государственного экзамена кабинеты должны быть оборудованы по стандарту. Обязательно наличие часов и информационных стендов. Все шкафы должны быть закрыты, а кабинеты, в которых экзамен не идет, опечатаны. И хотя правила сдачи ОГЭ не такие строгие, как для ЕГЭ, все же волнение чувствуется. В этом году, по данным регионального министерства образования, в Рязанской области государственный экзамен сдают более 9 тысяч девятиклассников. Для кого-то это станет последним школьным испытанием перед учебой в колледже или училище, а для кого там серьезная подготовка к единому госэкзамену. Его в этом году сдают более 4300 выпускников региона. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Зеленые зоны в городе явление, к сожалению, редкое. А по словам специалистов, по количеству зеленых насаждений Рязань и вовсе не дотягивает до нормы. Однако есть и хорошие новости. Уже давно ходят слухи, что в скором времени в городе появится Дендропарк. В каком он сейчас состоянии, узнаете в нашем следующем сюжете. Парк общей площадью чуть больше 4 гектар включает в себя овраг с родниками и прилегающую к нему территорию. Со всех сторон зеленая зона ограничена улицами Полевая, Зубковой и Новоселов, а также строящимися многоэтажными домами. По словам Евгения Рыбакова, председателя экологического Рязанского альянса, проект Дендропарка зародился около 4 лет назад. Тогда эта территория сильно отличалась от того, что предстает перед нашим взором сейчас. Начали с того, что просто приехали, посмотрели. Там, конечно, ужас был. Я не представлял, что такие места вообще в городе есть. Помимо там мусора бытового, там какие-то склады шприцов, там этих вот маленьких сиреней каких-то. Начали активисты с мусора. Тогда с территории вывезли несколько десятков мешков. А после высокая трава, от которой тоже было решено избавиться. Само название проекта, Дендропарк, подразумевает наличие большого количества деревьев. Однако и здесь активисты столкнулись с новой проблемой. Не все зеленые насаждения приживались в парке. Какие-то пришлись по нраву домашним животным, а другие по ошибке скашивались вместе с травой. Сейчас в Дендропарке уже посажены такие привычные деревья и кустарники, как дуб, груша, боярышник и сирень. Так и совсем необычные. Диервилла, катальпа, сумах и другие. Нашли свое место в парке и пионы. Евгений Рыбаков говорит, что при облагораживании территории помогали и строители. Вклад строителей вносили, их администрация просила дорожки сделать, лавочки. Однако работа все еще не закончена. Высокая трава, мусор, да и неочищенные родники. Все это в скором времени изменится. Первоначально планируется установить забор вдоль улицы Полевой, чтобы территория будущего Дендропарка не захламлялась. После этого у активистов большая работа. Они уберут весь мусор с этой зеленой зоны. По словам специалистов, в скором времени работы здесь продолжатся. А пока по парку неспешно гуляют местные жители, которые надеются увидеть в будущем Дендропарке потерянную красоту. Зелени должно быть как можно больше. Ну это даже хорошо. Мы раньше здесь вообще был овраг. Мы раньше там и загорали, и отдыхали, и родник. То, что красиво, всегда хорошо. Евгений Рыбаков отметил, что он ни разу не видел, чтобы в акциях по уборке мусора участвовала местная молодежь. В большинстве своем сюда приезжают люди из других районов, чтобы сделать парк еще чище и уютнее. И кто знает, какими красками он засеяет в скором времени. Парк, не знаю, какое слово лучше подобрать, где высажены очень много разных деревьев разнообразных. Они там хорошо себя чувствуют. Там вечером гуляют люди. Я не знаю, что сказать. Там сидят, отдыхают. Глаз радуется. Это такой небольшой, но новый зеленый участок в городе. Хотелось бы, чтобы больше было таких. В год экологии в Рязани прошло множество акций по благоустройству города, а также высадки зеленых насаждений. Сказать, что их стало больше, значит не сказать ничего. Однако главный вопрос в другом – стало ли их достаточно. Сейчас по всему городу можно увидеть саженцы разных деревьев. А на других зеленых зонах идет активная работа. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. В понедельник на картонно-рубероидном заводе произошло серьезное возгорание. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. Подробности у Марии Рудой. В пламя выше неба говорят о таких возгораниях. Пожар второй степени сложности. Из четырех возможных в нашем регионе произошел на картонно-рубероидном заводе. Первыми забили тревогу рабочие. Они услышали странное шипение и шум. Вышли на улицу, после чего в рабочем помещении произошел хлопок и начался пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 13 часов 42 минуты. Прибытие пожарного подразделения первого был подтвержден повышенный ранг пожара. У нас автоматически предусмотрен этот объект. Горело там производственное помещение по производству битумной мастики. Площадь пожара составляла порядка 600 метров квадратных. Было сильное распространение пожара в самом начальной стадии. Я так понимаю, что в результате какого-то хлопка был выброс этого продукта. И площадь сразу прибыть составляла порядка 600 метров. В тушении пожара принимали участие почти 50 человек. 18 единиц техники. Огнеборцы использовали пенные стволы и высотную технику, среди которой автолестница и коленчатый подъемник. Пожар был полностью ликвидирован в 15 часов 58 минут. Тушение пожара осложнялось тем, что на результате этого хлопка конструкции были разрушены. Некоторые несущие. И была угроза обрушения перекрытия самих этого здания. Поэтому внутрь пожарные не заходили. И высокая температура горения этих продуктов, нефтепродуктов так называемых. А также сложности были с водоснабжением территории этого объекта. Пожарный гидрант не соответствовал по резьбе нашей пожарной колонки. То есть приходилось это по другим способам забирать воду. Стоит упомянуть о том, что с момента последнего пожара на промышленном предприятии не прошло и месяца. Напомним, возгорание на заводе «Технофлекс» произошло 22 мая. Тогда тоже возникли проблемы, но с подъездом к месту пожара. Завидное постоянство, которое говорит то ли о халатности, то ли о ненадлежащем использовании оборудования. Самое главное, что жители города сразу проявили активность. Стали появляться фотографии в соцсетях с вопросами, что произошло. Сотрудники МЧС как раз сейчас устанавливают причины пожара на картонно-рубероидном заводе. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город». 5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. Другое его название – День эколога. Он был учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1972 году. И с тех пор отмечается всем мировым сообществом ежегодно. По итогам весны 2018 года был составлен экологический рейтинг регионов России. Какое место в нем занимает Рязань? И если у города шанс подняться выше, смотрите в следующем сюжете. По словам старожил, Рязань считался самым зеленым городом в СССР. Правда, со временем регион стал терять этот статус. Экологическая обстановка в городе ухудшается. Да и по данным специалистов, количество зеленых зон оставляет желать лучшего. Рязанская область находится в настоящее время на 13 месте в экологическом рейтинге. Победителем стала Тамбовская область. А Республика Алтай и Алтайский край заняли второе и третье место соответственно. По словам экологов, в нашем городе проблем хватает. Проблемы, которые надо еще решать, основные, я могу перечислить, это атмосферный воздух, это несанкционированные свалки, вообще переработка отходов, это экологическое воспитание. Но с удовлетворением должен ответить, что какая-то динамика пошла вот с приходом новой команды. Правда, по словам специалистов, ситуация меняется в лучшую сторону. В прошлом году было принято много важных проектов, один из которых называется «Зеленый щит». Цель его – это обеспечить охраной более 1300 участков в городе и области. Благодаря проекту на них запрещено вести строительство. Другая важная проблема – это свалки. Стихийные мусорные горы, которые раньше появлялись в таких зонах отдыха, как Ласково, теперь сходят на нет. Так что остается надежда, что в скором времени экологическая обстановка в городе может измениться. Сегодня в нашей стране отмечается еще одна памятная дата – День образования российской полиции. В 2018 году правоохранительные органы празднуют свое 300-летие. 5 июня 1718 года указом Петра I учреждена должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера, начальника главной полицмейстерской канцелярии. В настоящий момент служба полиции претерпела массу изменений. Однако осталась главная идея – служить и защищать. В честь праздника по всей стране пройдут культурно-массовые мероприятия. Также заупокоенные службы по работникам полиции, которые погибли при исполнении. Центральный банк России выпустил серебряные монеты номиналом 3 и 25 рублей, а также одну золотую с отметкой 50 рублей. К юбилейной дате приказами Министерства внутренних дел Российской Федерации учреждены памятный юбилейный нагрудный знак МВД России, 300 лет российской полиции и памятная юбилейная медаль МВД России с одноименным названием. По статистике причины ДТП могут быть самыми разными в состоянии водителя, погодные условия. Да и само качество дорожного покрытия играет важную роль. Однако, если дорожно-транспортное происшествие происходит на одном и том же месте, то стоит бить тревогу. Утром во вторник 5 июня в микрорайоне Конищева в Рязани произошло ДТП. По сообщениям очевидцев столкнулись ВАЗ-2110 и Лада Гранта. Из-за происшествия вновь образовалась многокилометровая пробка. Явление это, к сожалению, стало постоянным. Ситуация осложняется тем, что затор на дороге мешает проезду машин, служб реанимации и скорой помощи. Как можно отдохнуть всей семьей, прогуляться в парке или наоборот сходить в кинотеатр? Однако, можно выбрать и активный отдых, то место, где можно вдоволь повеселиться. Такое развлечение и предлагает Рязанский детский развлекательный центр «Страна Мадагаскария». Что такое «Страна Мадагаскария»? Это остров для всей семьи, место, где родители могут проводить больше времени со своими детьми, где ребята могут поиграть абсолютно на всех аттракционах, а затем отдохнуть на каруселях. Детский развлекательный центр «Страна Мадагаскария» работал только в торговом центре «М5 Молл». 2 июня он открылся буквально в центре города – ТРЦ «Виктория Плаза». Здесь, на четвертом этаже, и разместился настоящий портал в «Страну развлечений». Большая очередь родителей со своими детьми, и для каждого здесь найдется свое место. Буквально на входе посетителей ждет необычная горка, и она пользуется большой популярностью. Большая горка, она у нас называется «Вулкан». Это такая горка для тех, кто любит более экстремальный спуск, так сказать. Как говорят аниматоры, это горка только для детей. Однако на нее стараются попасть и взрослые. Все-таки такое развлечение встретишь нечасто. Чем дальше на остров, тем интереснее. В этой зоне детей ожидают батуты. По словам аниматоров, это излюбленное место и для родителей. Недалеко от батутов зона космическая. Здесь расположен сухой бассейн, в котором вместо воды разноцветные шарики. Лабиринт, пластиковые горочки. Лабиринт очень большой, запутанный. Внутри лабиринта у нас находятся груши баксерские и всякие препятствия для того, чтобы деткам было интереснее лазить. Запутанного детского лабиринта есть несколько выходов. Один из которых – это горки, которые ведут сухой бассейн. Дети от таких развлечений в восторге. Тут очень клевые батуты и лабиринты. Я вообще в восторге полно. В моем детстве такого не было. Мне очень нравится здесь, весело. Я пришла с племянницей, мне нравится лично. Ну здесь как интересно, батуты есть. Тут можно, наверное, еще сколько угодно быть. До ночи хоть самой. Ну и прикольно музыка играет, все хорошо здесь. В стране Мадагаскаре можно не только весело проводить время, но и отдохнуть в уютном семейном кафе. Оно вмещает около 200 гостей. Здесь есть как удобные диваны и стулья, так и детские кресла. И, конечно же, вкусная и сытная кухня. Мы предлагаем меню, основанное на пиццах, пастах, супах. Есть также детское меню, которое включает в себя бургеры, картофель фри, наггетсы. Огромный выбор молочных коктейлей с различными вкусами, которые понравятся любому ребенку. В семейном кафе можно весело отметить день рождения или другой праздник. Также тут проводятся разнообразные мастер-классы. Побывав в парке развлечений однажды, хочется возвращаться снова и снова. Ведь страна Мадагаскаре – это то место, где можно не только весело провести время, но и найти новых друзей. Лилии 11 лет. Она уже стала звездой этого дня, как самая активная девочка. За это ее отметили аниматоры и поручили ей важную задачу – перерезать ленточку на открытии. И хоть Лилии очень волновалась, со своей задачей она справилась на ура. 2 июня, в день открытия детского развлекательного центра, на мероприятии присутствовал и заместитель генерального директора по развитию. Она вручила стране Мадагаскаре особый диплом под названием «Открытие года». Это событие имеет особое значение, потому что это большой такой семейный праздник. Поэтому мы вручили арендатору такой диплом. В день открытия страну Мадагаскаре посетило около тысячи человек. По словам генерального директора, это не предел. Ведь где еще можно найти детский развлекательный центр, который отвечает всем стандартам безопасности, в котором можно так беззаботно проводить время и в который приятно вернуться? Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Природа. Ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 525354. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...